8 января Аслана Тания задержали за участие в акции протеста 21 декабря. 11 января Сухумский городской суд избрал меру пресечения для него в виде ареста на 15 суток. Адвокаты, не согласившись с таким решением суда первой инстанции, обратились с касационной жалобой в Верховный суд. Марина Тания и Нонна Смыр уверены, оснований для содержания подстражей нет. Доказательства, что Аслан Тания может скрыться, продолжить преступную деятельность, угрожать свидетелям или оказывать давление на следствие, не предоставлено. Кроме того, по мнению адвокатов, суд не учел ряд факторов, таких как состояние здоровья, семейное положение и отсутствие судимости. Тания ранее не судим, уважаемый суд. Постоянно проживает на территории Абхазии, характеризуется по месту жительства положительно, семейные, имеет малолетнего ребенка, имеет хроническое заболевание, является инвалидом с детства второй группы, бессрочно. Согласно индивидуальной программе реабилитации инвалида 1994 года, Таня является с детства ребенком инвалидом. Согласно справке заявления отделения психоневрологии Центра патологии нервной системы, от 5 октября 1 года Таня поставлена диагноз эпилепсии, отсутствует одна почка. Кроме того, дополнение, что и супруга является инвалидом первой группы, бессрочной. Судья Тимур Тарба спросил, в чем именно, по мнению адвокатов, заключается необоснованность и незаконность решения Сухумского городского суда. Одно обстоятельство, которое суд заложил в свое решение, исключительность, то, что он может скрыться, это ничем не доказано. В контрольных материалах у нас отсутствуют какие-либо материалы о том, что он вызывался, он не являлся. У нас в контрольных материалах отсутствуют какие-либо компрометирующие материалы, которые могли бы быть представлены. Прокурор Инар Таркил подчеркнул, что жалобу адвокатов не поддерживает, а решение Сухумского городского суда об аресте Аслана Таня считает обоснованным. Говоря о его причастности, Ваша честь, я хочу сказать о том, что факт причастности его был установлен, установлен материалами уголовного дела. Что касается непосредственно самого Таня, то отдачи показаний он отказывается. Но есть также показания свидетелей Сакани, сотрудника управлено, который говорит о том и показывает то, что он узнает Таня как лицо, участвовавшее в данном митинге. На сегодняшний день еще не установлены все лица и полный круг лиц, участвующие на данном митинге. И что говорит о том, что сегодня орган предварительного следствия заложил это за основу. Почему? Потому что в последующем может привлекаться еще лица и будут предъявлены обвинения. И находясь на свободе, Таня может как-то согласовывать, воспрепятствовать данному ходу расследования уголовного дела. Отвечая на дополнительные вопросы судей, Инар Таркил подтвердил, что прокуратура уже обратилась в Сухумский городской суд с ходатайством о продлении меры пресечения для Аслана Таня до 22 февраля, что обвинение ему уже предъявлено, а потерпевшие пока не установлены. На этапе исследования доказательства адвокат Марина Таня просила приобщить к делу справку об инвалидности супруги Аслана Таня, а также документы, подтверждающие его плохое самочувствие в данный момент. Он находится в местах ВВС МВД. И действительно человек, который... Здесь мать сидеть не хотелось бы на это все. Акцентировать у него эпилепсия и ряд других хронических заболеваний. Реально сложно находиться этому человеку в ВВС МВД РА. Каждый день называется скорая помощь. Подверждение мы представим вам оригиналы и копии. Согласие прокурора суд приобщил представленные адвокатами документы к делу. Далее стороны перешли к прениям. Предварительное следствие обнаружило и здесь представило в судебно-контрольных материалах фотографии о том, что наш подзащитель находился на 21 декабря недалеко от автобуса МЦСКШ, который трясил. Вот что дальше? И что он одевал черную куртку с капюшоном и он представляет опасность для общества. Ведь нет ни одного документа, уважаемый суд, ни одного документа, подтверждающего, а его конкретное личное участие в чем-либо. И единственный документ, уважаемый суд, который предоставляет, как флаг победу держит, это показания сотрудника. СОБР или СКБ, я могу ошибиться. Но сотрудника, заинтересованного лица. Но это же должно быть закреплено другими документами, материалами дополнительными, прямыми или косвенными. Нет ни одного документа. У меня лежит контрольный материал, они у вас тоже есть. Вы, наверное, уже смотрели, видели. Вот здесь вот есть рапорт одного сотрудника, который опознает нашего подзащитного и приложены фотографии. Значит, место правонарушения указано, да, и место отождествления. Здесь вот, где стрелочкой белой показывают на нашего подзащитного, он стоит спиной к этому автобусу, и за его спиной еще есть люди. Вот. И вот, значит, по вот этому эпизоду, значит, наш подзащитный стал… Обвиняемый. Вначале подозреваемый был в статусе, теперь он уже в статусе обвиняемого. Прокурор Инар Таркил отметил, что добавить к уже сказанному ему нечего и просил не удовлетворять ходатайство защиты. Суд удалился в совещательную комнату и спустя полчаса огласил решение. Постановление Сухумского городского суда от 11 января 2022 года об избрании меры пресечения в отношении Тани Астамура Руслановича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 206 Уголовного кодекса Республики Абхазия, и в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 15 суток по 23 января 2022 года включительно оставить без изменения касационную жалобу адвокатов Таня Смыр без удовлетворения. В ходе следующего заседания касационная коллегия судей должна была рассмотреть жалобу на меру пресечения другого участника акции протеста Анри Инабшба. Решением Сухумского суда он был арестован на месяц. В знак протеста этому решению Анри Инабшба прямо в зале суда проглотил острый металлический предмет, предположительно развернутую скрепку, в связи с чем сейчас находится на стационарном лечении. Заседание началось с ходатайства адвокатов об отводе судьи мимозы Цушба. Хочу вас поставить в известность, наверное, вы знаете, я думаю, что Сергеевна не может отказаться от этого, что родная племянница судей Цушба, который носит фамилию Цушба, работает старшим следователем в Генеральной прокуратуре Республики Абхазия. А другой родной племянник Баграт Цушба, который носит фамилию уважаемой судьи Сергеевны Мимозы, следователем прокуратуры города Цухум, а именно где расследуется данное уголовное дело. Уважаемый суд, как вы считаете, что эти основания менее значительны, чем то, что судья Гварча являлся носителем фамилии матери нашего подзащитного Сурмава? Мне стало известно, что судья Цушба является и носителем фамилии супруги нашего уважаемого Генерального прокурора Республики Абхазии. Если вы затрагиваете вопрос и основанием для отвода для вас, уважаемая прокуратура, служить именно кто является носителем, тогда я вам вот такие факты излагаю. Прокурор Инар Таркил высказался против отвода судьи Цушба. Что касается довода стороны защиты о том, что родственники судей Цушба работают в органах системы прокуратуры, не подкреплены никакими документами, это что касается одного момента. Что касается второго момента, того, что племянник судей Цушба работает в городской прокуратуре, Баграт Цушба, и где расследуется данное уголовное дело, хочу пояснить, что, Ваше честь, Баграт Цушба, даже если там работает, он не входит в состав следственной группы и никакое участие в этом деле не принимает. Я считаю, что данный отвод незаконный, необоснованный, прошу его отказать, удовлетворение данного отвода. Суд удалился в совещательную комнату и спустя почти час объявил решение ходатайства адвокатов оставить без удовлетворения. Наличие родства судей Верховного суда Республики Абхазия Цушба с работниками прокуратуры Республики Абхазия Цушба и Цушба не оспаривается. Однако, заявителям ходатайства об отводе не представлено доказательств того, что указанные работники прокуратуры Республики Абхазия участвовали либо участвуют в производстве предварительного следствия по данному уголовному делу. Законность ранее принятых судей Цушба судебных актов не является предметом настоящего судебного разбирательства, в связи с чем основанием для ее отвода признаны быть не могут. Иные доводы заявления адвоката Таня об отводе судей Цушба касационная коллегия также не принимает в виду несостоятельности и не находит их подвижающими удовлетворению. Соответственно, заявление об отводе судей Цушба касационная коллегия находит необоснованным. Далее Тимур Тарба зачитал заявление от подсудимого Анри Инамшба, где он просит отложить рассмотрение жалобы, так как хочет лично принять участие в заседании. Прокуратура не возражала и суд, совещаясь на месте, принял решение отложить заседание. Оно состоится 21 января в 12.00. Надежда Боровикова со Сракла Гуха, Абаза ТВ.